Мы очень много бываем и в музеях естественно-научных, где много экспериментов, то есть можно просто расти. Во Флоренции мы были там два дня, просидели музей Галилео. Безусловно, там много и опытов, много всяких установок. Но если при этом ничего не писать, не читать, а только смотреть, 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 то безусловно, может быть и не станет скучно, потому что у вас все призваны, чтобы развлекать. Но мало что останется. Поэтому я старалась все-таки для своих экспериментов, для своих ребят, которым я показываю, что это моя вовсе не специальность, я не учитель физики. Хотя когда-то я заканчивала МИФИ, но это было уже много лет назад, скажем, скромно. Значит, когда-то заканчивала МИФИ, ну и, соответственно, сначала с своим ребенком пока дома сидела, какие-то эксперименты делали. Ну а потом стали ездить тоже везде смотреть, поднабирались эти эксперименты. Ну и так вот, друзья, знакомые. Но тут вот школа, получилось, пошел средний такой класс. И вроде бы, может быть, кому-то будет еще интересно, кроме как нам дома это делать. Может быть, кто-то из вас тоже дома, как говорится, хотел, но не знает, с чего начать. Самое главное, что дом – это такое место, в котором все, с одной стороны, под рукой, да? А с другой стороны, как вы то, что у вас под рукой назовете. Ну давайте так, откуда берутся эксперименты, да? Первое, самые простые эксперименты берутся, ну, наверное, из-за того, что под рукой, да? Ну, под рукой у вас часы, да? Песочные часы. Все видели песочные часы? Все видели, сколько раз видели. А кто-нибудь у вас спробовал самим сделать часы, так, чтобы они работали. Ну, вот, соответственно, игрушка, уже попытались сделать песочные часы. Здесь жидкость, да? Сколько здесь жидкости, вы видите? Три. Три, конечно. Одна красная, вы видели? Одна синяя, ну и это все прозрачная белая жидкость. Ну, а почему это часы? Пока не похоже, только по форме, да? Ну, давайте посмотрим, переворачиваем. Итак, вот, увидели? Красная, куда пошла? Вверх жидкость. Вверх жидкость. А синяя? Вниз. Вниз. Вот. Ну, и, соответственно, сразу увидели такие часы, задумались, можно ли сделать самим. Ну, у нас вот есть страничка ланечки, мы там опубликовали. Правда, не снимали, хотя очень жалко. Когда, собственно, несколько родителей собрались, соответственно, взяли мед, да? Спирт, не побоюсь этого слова, подкрашни, воду, подсолнечное масло, да? И сделали вот такие вот переверты, ну, часы, которые можно переворачивать. За счет чего, как вы думаете? Ну, я уже, так сказать, начала подсказывать. Был плотность и разная жидкость. Разная плотность, конечно. Так, у какого будет материала жидкости плотность больше? Мед. Мед. Конечно. У нас седает прямо у тебя на дно стакана, вот ты ложкой кладешь, и он по ложечке стекает, да, на дно стакана. А жир, а вода вверх идет. А масло где будет? Сверху. Сверху. Конечно, вы когда суп едете, ну, вот, подходите к кастрюле, да, у вас жир, масло, все на поверхности плавает. Правильно? И наоборот-то, утопить это практически невозможно. Вот, значит, на разных плотностях, вот тут жидкостей, да, значит, одна из них больше плотности воды, и она, соответственно, идет вниз. Видели? А у другой жидкости подкрашена плотность меньше, чем плотность воды, правильно? И она идет вверх. Вот такие вот часы. Ну, это не я делала. Это не я делала. Мы делали походу, но не эти. Дальше давайте посмотрим. Вот я тут взяла еще тоже 10 делаю внешнику, 10 делаю постоянно чего-нибудь. Всегда надо что-то пробовать. Вот вы видите, кажется простенький, да, песочек пересыпаем. Дальше, как говорится, две колбочки, да, обтекаемой формой. Взяли бутылки обтекаемой формой, да, вместо песочка взяли крупу. Да? И завязанно поставили. Так, ну, родители просто умиляются, наслаждаются. Минута, как говорится, пауза для родителей. Да, значит, взяли то же самое, но только с водой. Ой, чуть было. Не разлила. Давайте, значит, взяли то же самое, но с водой. Значит, сначала я постараюсь показать. Если будет вода, так вы думаете, получится ли так же легко и весело пересыпаться из одной емкости в другую. Да, почему? Потому что вода жидкая. И что? Можно наоборот, быстрее. Это же чего? Вода быстрее. Тут же вот... Так вода жидкая, может, она быстрее перетрется и все? Нет. Если там не сделать двух трубочек. Вот прям трубочки. Через одну воду выходить, через другую выходить. Так как у воды нету... Вот в крупе есть песчинки отдельные, через которые воздух спокойно гуляет. На самом деле это все возможно, да? Пока у нас есть материал. Вот песочек очень миленько смолот, правильно? И вы не обращали на это внимание. Здесь уже видны крупинки, да? И они толкаются, пихаются. Но между ними всегда будет зазор. И, соответственно, в эту чашу пересыпается крупа, а туда выходит воздух. Но вы это не видите, пока вы не столкнетесь с водой. Потому что воздух уже просто так через воду не пройдет. И она застопается. Попробуйте дома сделать. Только надо сделать плотно или сделать в ванной. Понятно? Просто у меня вот двух бутылок свободных нет. Но у меня есть другая вот бутылочка, колбочка, да? Теперь наливаю туда водички. Ну, сколько-нибудь. И затыкаю. Колбочка у меня с дырочками. С двумя. Насквозь. Ну, можно, конечно, на ручке какую-нибудь пкнуть. Верите, да? Насквозь. Нет? Верю, верю. Карандашик какой-нибудь. Тут что-то у вас как-то все надо с собой носить. Вот. Верьте дырочки? Дырочки. Замечательно. Теперь про что говорили, да? Что вот я затыкаю. Сейчас у меня второй нет, но может оно или нужно. Лучшему, да? Я переворачиваю. Сейчас. Так. Итак, у нас одна дырочка. Значит, если бы была вторая колбочка, увидели, и просто вот так же дырочка между ними, видите, как колбочка и дырочка, увидели, что никто никуда не петчет? Потому что просто воздух, атмосферное давление, с которым мы сталкиваемся с вами постоянно, мы его научились не замечать. Увидели? На самом деле воздух выходить не в день. И поэтому он не даст воде перелиться у вторую бутылочку. Сейчас просто одну дырочку держите, да? Да, там дырка. Ну вот все видели дырку. Все видят дырку, а не вытекает. Просто вот здесь тоже дырка. И она бы тоже не потекла. Здесь не обязательно, как говорится, и для этого сматывать. Но дома можно схватать и убедиться. Так, что теперь нужно? Теперь две дырки. Молодой человек нас пытается убедить, что если будет две дырки... Под 90 градусов к столу еще взять. Да, сейчас сделаем. Вот если будет две дырки, то в одну будет течь вода, а в другую выходить воздух. Вот. Ну если под 90 градусов, то там атмосферное давление одно и то же, для обеих дырок. Поэтому не будет ничего. Вы видели? Да. На самом деле, вот даже к этим наборам прилагалась функция, где говорилось, что вот две дырки, и тогда в одну потечет вода, а в другую будет выходить воздух. Не всегда. Для этого тоже необходимы дополнительные условия. Поскольку дырок-то у нас две, да? Но благодаря тому, что я держу параллельно, видите, ну, скажем так, в плоскости, да, в данном случае, то у вас в дырочках одинаковое давление. Увидели? И вода никуда не идет, хотя там вот есть дырочки. Значит, что нужно, чтобы на самом деле оно пошло? Наклонить. Когда мы наклоним, уровень, видите, изменился. И тогда действительно в одну пошла, уравнялась. Это я сейчас ее, значит, своей железной рукой держу. Понятно? Да. Ну, конечно, показывать надо человеку, но с крепкими нервами, у которых, даже если он смеется, ничего, руки не дрожат. Вот. Значит, вот такая. Но зато это у нас вода. Да? Вода. А вода мы знаем, что у нас? Хороший растворитель. Да? Растворяет. Растворяет. Растворяет все. Мы сейчас посмотрим с вами, как же растворит. Где же я тут скрепочку оставляла? Скрепочку. Так, посмотрите, убедите, скрепочка. Не, ну, 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 вдруг. Что тут, скрепочка, да? Скрепочка. Ну, хорошо, ну, давайте. Скрепочку брошу. Водичку налью побольше, чтобы уж на рябика. Так, закроем. Все, вот, вышел. Теперь нужно, вот я закрою. Правильно, чтобы взбалтится? Так, расставилась. Нет. Ну, какая-то взвесь такая-то осталась, ну, почти. Правильно. Ученый должен быть небрезглив, да, и наблюдательный, да? Ну, разумеется, разумеется, в данном случае это то, что называется уже не физика, да? А фокус-фокус. Действительно, в крышечке был магнит. Ну, нас зачем-то порадовало. Разумеется, был магнит. Замечательно. Но, в данном случае, есть же еще бутылочка. Ее надо. Завтра день и Леонидов не покажете. Завтра день. Зачирайте ее, ребят. Для учительных плохих. Ну, это, на самом деле, тут вот есть этот магнитики. Вот, нам постоянно рекламка вот этот магнитики-магнитики. И есть баночки с кофе, где напополам крышечка и колбочка, в которую кофе сыграли. Они обычно черные, но, соответственно, выкручиваем, берем крышечку аккуратно, там, вырезаем пластик, такой гнущийся магнит, и туда аккуратненько. И можно разыгрывать всех младших даже без воды, чтобы просто вот в воздухе все было отщелывать. Ну, хорошо. Значит, теперь, а, ну, мы же хотели все-таки добраться до умных часов, да? И мы сделали, что? Ну, опять же, дети. Опять же, дети, и вы можете сами. Ребятки, вот, чем больше вы, это не праздное проведение времени. Это надо проводить времени, и очень много, вот, делая всякие всевозможные эксперименты. Вот, если что, вот, иногда приходится, конечно, хранить дома то, что потом назовут хламом. В общем, что тут не приходится делать? Эта, поехали, да? Давайте перевернем. Очень над контейнером. Она не ценаторная, она навесила. Нет, ладно. В общем, в общем. Итак, ну, они немножечко разные, но не суть в этом важно, да? И поехали. Вот, так весело. Да? Значит, ну, смотрите, за счет, во-первых, покачивается вот это тоже, когда подойдет, можно посмотреть, за счет того, что они удаляются, вот это вот чуть-чуть вибрирует, да? Тем самым помогая перерываться. Ну, а здесь вот тоже весело идет. Вопрос, почему? Значит, взяли, сделали разный уровень, установив в самой трубке, трубочке длины разной. Вот попытались, чтобы чуть-чуть было по-разному. Вот видите, там у одной так сделано, у другой так сделано, да? Вот попытались сделать так, чтобы было разное давление, было покачивание, пошаркивание. Вот тогда они пойдут. Ну, вот здесь другая система, но тоже связанная с трубочкой. Кстати, обратите внимание, вода почему-то всегда идет вниз. Все, у тебя есть. Мы сейчас это тоже обсудим. Да. Ну, вот другая модель, тоже водичка, да? Не, Мариса, и вообще-то она не всегда идет вниз. С трубочкой. Это уже, как говорится, тоже другой человечек делал. Вот придется трубочку, пробочку, затыкаем. Просто это не на пластилине, это другая конструкция. Заткнули и надели. Вот тут. Заткнули, надели. Сейчас немного течется. И струбочки. А? Ну, конечно, и струбочки потечут. Так точно потечут, и струбочки потечут. В общем-то, я буду немножко придерживать. Сейчас. Со временем оно немножко приобретает. Вот. Так? Ну, вот тоже вот такой вот счетчик для времени сделала. Ну, на самом деле, надо сделать один раз в МАУ, чтобы понять, что вот к этим конструкциям, да, ребята шли с боями. С боями. Да. Значит, а всего лишь, казалось бы, только часы. Ну, вот вы посмотрели все модели. Теперь еще одна моделька тоже выглядит в виде двух колбочек, да? Ну, в виде двух колбочек. Не я, честное слово. Это тоже, ну, такая производственная модель. Вот почему-то они посчитали, что нужно... Вот видите, там вверху дельфинчик для увеселения публики. Вот вверху. Если бы... Или морской котик, я даже не знаю. Это он похожий. Котик, да? И вот они там сделали какую-то сцену. Видите, вот эту провели. Ну, вот если снять ее, но мы не будем снимать. Да? Ну, вот морской котик там. Вы, можно это разве. Вот. Да? Морской котик. Морской котик. Так. Итак, что теперь будем делать? Теперь будем колдовать над этим морским котиком. Да? Вот здесь есть нижняя полка, есть верхняя. Увидели? Да. Ну, мне нужно как-то, чтобы нижняя перешла вверх. Нагреть. Да? Нагреть. Ну, как надо? Ладонью. Нагреть. Да? А силой мысли слабой? Нет. Нет? Ну, давай думай. Давай так. Ну, если сдавить, сказано. Сдавить, если сдавить. Да сдавить стекло? Сдавить стекло? Да. Да. А можно наслаждаться? Можно нам подправить? Сейчас я... Сейчас я... Тихо, тихо, тихо. Потрогать не звучит. Ну, знаешь, ты меня уже пугаешь, потому что ты говоришь сдавить. Я, знаешь, один раз помню. У меня... Это я сдавил. Коля пришли мы. Ну, очень много до того, как... Ну, вот вам, наверное, все-таки не повезло, потому что в политехническом музее была такая вот экспериментария, он маленький, он был небольшой, на там, зала два. Но зато там люди работали с душой, постоянно для ребят что-нибудь такое вот устраивали. И вот один раз была лампочка круглая, ее вставили в обычную консервную банку. Ну, все наступали. И лампочка выдерживала. Ребенка выдерживала, мама выдерживает. Да? Папа. Папа встал, папу выдерживает. Почему? Как? Ну, банку. Банки консервные. Давай я лучше в следующий раз, как ты дом не делай, и... Вот, а... Я лучше в следующий раз принесу. Короче говоря, значит, лампочки нужны специальные. Сейчас такие лампочки уже, лампы накаливания все вытрасывают, заменяют на новые. Если сжимать лампочку равномерно или наступить на ногой, за счет того, что лампочка сферическая, да, то по поверхности просто распределится давление, и на самом деле она удержит. Ну, вот, думаю, Коля пришел и решил без меня попробовать сдавить. Я нахожу, он спокойно давит лампочку. Я ему говорю, что нельзя этого делать. В результате от лампочки кусочки во все стороны, ребеночек жив-здоров даже не порезался, у мамы все руки крови. То есть осколки полетели, но, соответственно, попали вот на ноги. Ему было меня жалко. Это честно. Ну, вот, тем не менее, значит, вот это стекло, да, мы услышали, что это стекло? Его не надо сдавливать, да, просто с ним надо нежно-нежно взять и только вот так. Никто не сдавливает. Вы нагреваете жидкость. Да-да-да, нагреваете рукой. Ничего себе. Да нагревайте. Елена Борисовна. Да, поставь себе на стол. Сейчас я поставлю. А что будет, если я поставлю на стол? А ничего. Она будет, а на столе можете проверить? Нет. Нет, подожди, а что будет, если она... Ну, вот ты возьми. А, он хочет проверить. Подожди, один человек говорит, давай. Я хочу проверить, сможет, я думаю, на столе подняться? Подожди, так нам же ее еще пока опустить надо. Что еще неся? Нет, она не только неся. Вот знаешь, она же уже поднялась. Силой мысли. У вас там сверху... Силой мысли поднялась? Глена Борисовна. Поднялась. Так, хорошо. Опустить, требует опустить. Так, опустили. Как ее опустить? Вот как ее опустить? Надо спотиться. Сверху. Сверху подуть. Да нет дырочки, конечно нет дырочки. Сейчас в воде надо охладиться. Сама схватит, нет? Она охладит. Сама схватит. А можно наоборот туда лезть? А можно мне попробовать здесь? Я не сломаю, честно. Можно, пожалуйста? Итак, внизу. Все верят, что внизу? Да сейчас дойдет, не волнуйся. У меня нет даже мысли, что я не возьму домой теперь. Пустам, как ты это увидел. Сейчас будешь пробовать. Итак, увидел вниз пошли, да? Действительно, вот этот раз. Да ладно. Как это так? А в прошлый раз? А, ну да, конечно, да, фонтал, если хочешь получить. Если с фонтана, да, 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 конечно. А если без фонтана, да, все село, все село, все село, быстро. Сейчас село быстро. Ну, какое давление будет? А давайте попробуем. Нет, тут будет черт, нет. Вот, давай, нечего. Я тоже хочу. Итак, на самом деле, давайте я разгадку не буду говорить пока, да? Почему? Потому что не хочется. Конечно, будете, хочется. А то мне вот при выходе, я, Александр Васильевич, вы уже говорите, вот тебе в следующий раз через 2 года только позову. Давай, не пускай, пока, давай. Давай, не пускай, не готовится. Это физик, репет, чистый полдый. Молодую Ивану Леонидову. Да, может, полимерция нам. Какая-то, давай, Памшан. Нет, тут и в идеях есть в жизни. Давай, Памшану. Так, живем. Аня, ну, подожди. А может, подожди, я очень не знаю. Синяя жидкость и еще жидкость. Я дам одна жидкость, да? Да, синий там, зеленый. Итак, ну, на самом деле, на самом деле, это действительно надо сидеть и размышлять, вверх ее отправлять, вниз отправлять. Ну, вниз понятно, вы видите, что там в середине, да, как будто пипетка, да, такое стеклянное что-то. И по ней, если приглядитесь, поднимается и опускается вода. Вот она. Да? Давление перевернув, ну, ушла зачем. Не знаю, просто, а, пожалуйста. Итак, можно перевернуть брик. Она не потечет, да? Она не потечет. Сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, мы это уже с пасами. Обязательно. Давайте пойду. Давайте пойду, давайте… Вот, давайте, 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 вот… Я зачарован в избежаниях. Елена Борисовна, лучше вот так сделайте. Сделайте владу. Ладошки потереть? Ну, это просто должен человек горячий. Это надо розыгрыш на 14 февраля устраивать. А что это такое? А что это такое? Ну как, ну вон, видно же, что льется. Льется. Как это не льется? Я сказала, плюется. А, плюется. Ну так это же морской котик. Если бы мы сделали сердечко, там, наверное, был бы какой-нибудь другой. Да, кстати говоря, пока мы тут с вами беседуем, увидели, что переместились, да? А все-таки можно попробовать? Можно, подожди, потом. Потом, потому что мы же должны других еще отпустить. Ну и последняя такая же вещь, хорошая-хорошая вещь, плохих не показывать, да? И на самом деле, можно все знать, проблема как делать, да? Разумеется, здесь журнал выпустил вместе вот с такой вот моделью, которая, может быть, она и приятна, но с другой стороны бывает мало полезна. Но, тем не менее, самый простой опыт можно на ней действительно поставить, а именно, поставишь на ровную поверхность, да? Так. Оттягиваем один шарик и его отпускаем. Что будет? Да, ну, с этим шариком пойдет. Да, да. Итак, сейчас мы во-первых, они успокоятся, и я один шарик отпущу. Значит, с другой стороны. Он поднимется, узнает, с этой стороны. Давай, вот так, видно? Да. Вот так. Ну, давайте. Ну, такие, конечно, модель, что маленькая, поэтому... Оп-оп-оп. А правда, что-то даже двигаться бесконечно. Нет. Ну, нет, они потихонечку затухают, конечно. А давайте посмотрим, что будет, если я возьму два шарика. Ничего. С другой стороны два. Я не могу. С другой стороны. С другой стороны. Один с той стороны. Один с той стороны. А, итак, ну вот, есть разные мнения. Есть разное мнение. Есть мнение, что ничего не будет. Один. Один. Есть мнение, что один. Почему? А у кого-то есть мнение, что два, да? Да, только один. Почему? Один и два. Один и девять. Все. Ну, давайте, если вы на самом деле верите и говорите, что один, значит, как хочет один, у него сохранится импульс, да, то почему бы он не должен сохраниться, если два? Поэтому вот эта цепочка должна быть, конечно, длиннее, чтобы отпустить и один, и два, и три, и четыре. Увидели? Почему? Потому что два отпустила. Ты только Машу повторял. Вообще-то первое. Тихо. Присмотреть внимательно. А три, ух ты, как так три? Там три сейчас двинулись. Взяли два двинулись. Это тебе показалось. Там пять. Вот видишь? Пять. Два взяли. И сколько отскочилось? Два. Два отскочил. Два отскочил. Ну и так дальше. На самом деле, вот, политехнический катер закрылся, ну, вам, мы вот успели заснять там видео, мы вообще очень вот часто стараемся брать с собой кадры, ну, так и любительские, конечно, съемки. Вот. У них было интереснее. У них эти шарики висели, соответственно, ну, во-первых, цепочки, а во-вторых, они были под 90 градусов. Два ряда. И таким образом мы могли пускать шарики с двух перпендикулярных рядов. Когда мы здесь пускаем, это один, естественно, а что будет, если они перпендикулярные, мы отпустим шарики? Ну, вам уже, как-то, проверить, наверное, негде, потому что это все-таки вот так, да? Вот здесь, там, между ними шарики, под 90 между ними шарики, так? И если мы здесь отпустим один, и здесь отпустим один, вот так вот, да? Я уж так не пишу, так? Что получится? Да, да, ладно, не странно, получится, поскольку мы верим сохранение, у нас идет направление вдоль линии, значит, этот пойдет вдоль своей линии, и действительно этот отскочит, здесь пойдет вдоль своей линии, и отскочит вот сюда, крайний. Ну, эту я уже установку с собой взять не могу, хотя, конечно, ну, можно отпустить три тута, которые просили, да? Хотя они, ну, там три общих туристов. Три. Три. Тело на обратной стороне пошло... Три тоже. Три уже. Видели? Два, три, два. А сейчас, как и запустите? А, значит, я вас понимаю. Да, вот, и третья, допустим. Если это, соответственно, тут есть, как говорится, возможность прийти, вот, походить там до кружок. Хотя, сейчас я даже не знаю, какие кружки рекомендовать. Ну, вот, на своих я иногда это делаю, показываю. Так, теперь вот, что с этой моделью, да? Замон за общающихся сосудов. Тут все все узнают обычно, да? И они, видите, сделаны разной формы, да? Ну, и что они должны были продемонстрировать? Что такого формы сосуд не был, да? Широкий, узкий, вот такой вот выгнутый, да? Уровень жидкости должен быть один и тот же. Правильно? Правильно. Правильно. Жидкость у нас, хотя и не подкрашенная, я вам тогда постараюсь разъяснить, что на самом деле будет происходить. Потому что иногда, вот, я лью, водичка пошла. Что, перелило, что ли? Да. Перезадите. Так. Вот, на самом деле, когда ушла водичка, мы точно не знаем даже на каком наборке, что ли, сделать. Да? Нет, на жруху это не видно. Вот так видно. Надо с подкрашенной делать водичкой, да. Значит, я расскажу, в чем соль этого явления. А именно, безусловно, что сделали из-за того, что надо было вложить журнал, да? Вложить журнал. И плюс это должно было дойти до потребителя по почте, то их цепь было сделать как можно легче. Правильно? Для этого, вы посмотрите, они выбрали очень тонкие трубочки. Они сделали один сосуд широкий, а другой сосуд, помимо того, что он просто изгибается, он еще и очень узкий. Ну, а в связи с этим, что получилось? Что здесь мы на линии, широкий, и это правда, а узком стало возникать капиллярное явление. Когда он под давлением помчался-помчался, и вот здесь вот в одном случае у него ложбинка, вот так вот, как капилляр, смачивание стеночек сосуда появилось. Вот. И с одной стороны, вот, иногда за счет того, чтобы облегчить конструкцию, тоник-это у них сделали, ну, вот, тем не менее, можно посмотреть, что, ну, вот, близко посмотрите, явление совсем другое получается. Вот. То есть, когда вы ставите опыт, то вы должны учитывать все возможные аспекты. Потому что хотели показать, ну, нет, в каком-то, но проблема же это не только в формах, да, но и в том, чтобы другие эффекты, вот, капиллярные эффекты, не мешали тому явлению, которое вы хотите продемонстрировать. Ну, или в данном случае, вот эта система, которая выпускает эксперименты. Хорошо. Ну, и давайте добрались до рекламной паузы, что будет... Это было без воды, безопасно. Следующая, следующая, пока рекламная пауза, придется вот нейтрализовать молодого человека. Он все время куда-то хочет, а я вам все не даю. Иди сюда. Аккуратно только иди, да? Значит, у нас сейчас, мне кажется, смена декораций. Что ты будешь делать? Что ж не валяешь-ка-ка? Кстати, тоже интересный объект, при валяшке. Да. Значит, что ты будешь делать? Вот там, видишь, пирамидка треугольная? Так. Тебе надо взрастать. Ну, через эту стенку. Не получится. Вот жидай должен. Хочешь круглую, хочешь... Всем... Так, ну и объяснили. Так. Ну, короче. Тихо, тихо, тихо. Если, в общем, значит, вот так сверху посмотреть, значит, это похоже на квадрат. Слишком много... Слишком много снег паразитов. Не, ну, это бывает. Вот. Надо сказать, виноват. Нет. Да. И, значит, если, короче, сверху посмотреть, получится квадрат. Диагональ. Очень видно. Вей, ты покажи всем. Вот квадрат сюда. Вот квадрат, вот диагональ. Видели? И вот он проходит. Да. Вот одна диагональ идет. Вот вторая. Это надо все увидеть. Ты молодец, что увидели. Увидели? Да. Ну, потом уже подойди, как посмотреть. Хорошо. Ну, и следующее. Для всех любителей математики есть следующая задача. Для седьмого класса несложно. У себя в тетради. Значит, что у нас есть? У нас есть река. Тут у нас прямая. Увидели? Это река. Ну, давайте я ее в букву П. И мы обозначаем. Значит, здесь считаем, что у нас пустыня. И в этой пустыне есть автомобильчик. Надо сказать, что автомобильчик не в последней марке, поэтому мотор перегревается. И надо будет подъехать к реке и набрать воду. Где будет та точка, к которой должен подъехать автомобильчик, чтобы набрать воды и довести до поселка. Расстояние должно быть кратчайшее. Иначе завянет наш водитель там без воды. Расстояние должно быть кратчайшее. Что ж, господа, это вам по мне по силам. Давайте. Фантазия. Фантазия? Ну, наоборот, я думаю, что иногда фантазия решила. Можно поехать к реке, а потом ехать вдоль реки и деревня. Вдоль реки. Итак, ты считаешь, чтобы мы подъехали. Да? Так? Да. Сразу. В реке. Да. Потом поехали вдоль реки и подъехали к... Фигня у тебя получилась. Почему? Ведь от деревни же... От деревни же... Речи же идет слабо. Да. На холостатчике. Да. Ну, кто сможет возразить против такого расположения? Да, пожалуйста. Ну, давайте предположим, что это не автомобильчик и река. Я предлагаю, я предлагаю. Да. А вам надо забежать к школе. Я предлагаю к автомобилю. Да. Короче, сейчас покажу. Молодой человек считает, что бежать, вместо того, чтобы ехать по кате там, правильно? То бежать по гипотенузе путь будет короче. Потому что гипотенуза короче, чем сумма роста. Ты же здесь. Да. Если вот этот путь мы сделаем прямым, и тот путь, который написано, вы тоже идете? Да. Ну, получится один и тот же путь, по-моему, нет? Нет. Нет. Не болезни. Давайте проверим. Давайте проверим. Я отраняю его здесь. Давай, садимся пока. Я уже для того, чтобы проверить. Да, пожалуйста. Давайте отразим другую. Давай. Нет, нет, нет. Он бумагиист. Он не будет, конечно, топить деревню. Да? Это он просто отразил. Это уже поселок. Это он рисовал его с другой стороны, чтобы там отразить. Ну, вот так вот. Взывай буты. За чикуречки маленький. И... Да, если... А как мы на машине приедем в реку? У меня вопрос, кстати, в реку. Вы знаете, что кратчайшее расстояние между двумя точками прямая отрезка? Да. Прямая отрезка. Тогда вот это расстояние само короткое. Да? Да. Посмотрите. То есть, если я возьму и вот так соединю точку B, например, то треугольник C, B, B' он изнобедренный. И вот эти два, две стороны равны? Ну. То есть... Ну, это всегда будет. Поэтому, что мне так ехать, до этого поселка. И что, так ехать, а то и то же. Ну, так как... По Валерии, вы не поедете? Ну, да. Нет. Бывает, зато у меня. Молодец. Спасибо. Спасибо. Итак, это вопрос у нас, кто сейчас в седьмом классе. Итак, на самом деле, на самом деле, безусловно, ребятки, что я могу вам посоветовать? Надо, надо, мальчики, мальчики, из того, чтобы выучиться, надо учиться до того, как вы... Вот геометрия до того, как вы пошли в седьмой класс. Потому что, к сожалению, программа школьная сначала учит вас равенство треугольников, там, теоремам и всему прочему. И потом, в девятом классе, когда уже все, как говорится, берут на экзамены и никто ничего не слушает, учитель вроде бы говорит, Слушайте, ребят, вон там, в конце учебника, есть такой параграф, называется симметрия, про бабочку, про кружочек, который имеет симметрию. Вот докладик сделайте, я опять поставлю и все. На самом деле, это первое, чему надо учиться. Почему? Что такое симметрия? Это не только наши прекрасные бабочки, да? Это то, что... Вот, а севасте, вы видели? Раз, приналожение совпадает. Приналожение совпадает, да? Все, что вы видите в зеркало, приналожение совпало. Теперь смотрите, что вам расскажут. Вот у вас есть прямая, да? Значит, это отражается относительно прямой. Тогда вот этот отрезок отражается в этот отрезок, поэтому они равны. Вы видели? Вот это отрезок общий, поэтому а с плюс с б равняется а с плюс с б штрих. Увидели? А вот этот а, б штрих, это расстояние между двумя точками по прямой. А оно будет кратчайше. Поэтому если мы развернем вот это, например, расстояние, оно будет больше. Потому что мы можем отразить вот этот отрезок и увидим, что здесь получится треугольник АОБ штрих. И, соответственно, сумма вот этих двух сторон будет больше, чем одна из сторон. Ну, а теперь, при чем тут опыт это спросит? Вот такая детская установочка называется Мираж. Но, да, производители рекомендуют использовать для копирования рисунков. Почему? Вы на самом деле постоянно видите это стекло полупрозрачное. Ну, вот видите, сидит девочка, да? С одной стороны, просвечивает, и она видит, наверное, своего братика, своего сестренка, не знаю. С другой стороны, себя. Вы, сейчас, вы, безусловно, видите автомобили с сонированными стеклами, да? Или все носили солнечную погоду очки. Правильно? Да. Да, вас не видят, а вы видите. Ну, как же нам поможет эта изрушка? Очень просто. Вот у нас с вами река. Вы видели? Это река. Считается. Зеркало реки. Да. Ну, извиняюсь, вы, давай тогда, вот, если вы хотите увидеть, сюда перейдите. С этой стороны. Нет? Приходите. Хорошо. Итак, увидели? Вот она река. Вот это наше поселок. И это наш автомобильчик. Тихо, тихо, тихо. Это... Ну, заходите вот сюда, заходите. Итак, давайте. Ну, мы сейчас... Ничего страшного. Это, как говорится, что урок без перемены, да? И так, вот увидели? Стоит. Еще раз. Вот эта река, вот она наша прямая. Вот наш автомобильчик. Бежит. Как с любого хорошего автомобильчик, у него есть фары. Но для того, чтобы фары сработали, да? Точнее, если будут просто работать фары, мы увидим размытое пятно. Вы видели? Поэтому... Ага, вот сюда подойди, пожалуйста. Да, чтобы всем было удобно. Вот, вы видели? Если просто будут фары работать, мы увидим размытое пятно. Что делают? Ну, берут лазер. По устройству следа, да? Лучи у него, соответственно, параллельные, идут друг к другу. И мы увидим. Что мы видим? Мы сейчас приезжаем к вам. Нет. Поскольку стекло полуразрачное, увидели? То мы получили нашу картинку, которую только что нарисовали. С помощью луча лазера мы подтвердили. Понятно, что луч идет по прямой. Луч идет по прямой. Он проходит сквозь стекло. Часть подруга и часть, соответственно, отражается. Вот это поселок и его отражение. Увидели? Вот так вот с помощью физики можно на самом деле очень быстро решить задачу по геометрии. Если бы вы видели, сколько написано в книжке, в пояснении решения, то вы бы поняли, насколько проще решать, зная законы физики. Увидели? Да. Вот наша, собственно, модель все. Замечательно.